Здравствуйте! Это программа «Вслух про себя». Наша тема – состояние современной науки, нужна ли реформа РАН и как она повлияет на фундаментальную науку. Напомним, что законопроект о реформе РАН был представлен правительством в конце июня, а уже через несколько дней прошел первое чтение в Госдуме. Предполагалось ликвидировать Российскую Академию наук, Российскую Академию медицинских и сельскохозяйственных наук, а затем слить их в общественное объединение Российская Академия наук. По этому сценарию имуществом Академии должно распоряжаться специально созданное правительственное агентство. В пятницу, 5 июля, Госдума приняла законопроект о реформе РАН во втором чтении с учетом внесенных поправок. Ученые спорят с планами реформы РАН, предложенными правительством. Академики считают, что реформу РАН следует проводить после широкого обсуждения, без спешки и только на основании устава РАН. В спор чиновников от науки и чиновников от правительства вынужден был вмешаться президент. Он провел консультации с учеными, как сторонниками реформы, так и ее противниками, начав с президента Академии Владимира Фортова. В итоге дорабатывать закон Владимир Путин предложил вместе и реформировать РАН поэтапно. Итоговое третье чтение закона отложили на осень. Будет возможность его еще раз обсудить. И если появятся сомнения, то поправить, вернуть во второе чтение. Палата такую возможность не исключает. Реформирование нашей академической науки – это вещь актуальная. Потому что, да, академия наук – явление громоздкое. Да, там есть много вещей, которые ушли из-под контроля академика. Вот, допустим, вопросы собственности. Но это совершенно не говорит о том, что надо у академии изъять собственность. Я могу привести пример, пожалуйста. Вот, скажем, наш институт горного и предгорного сельского хозяйства, который был академической структурой, скажем, которая продолжает быть как бы академической структурой, но у которой отняли или пытаются отнять землю. Вот все те самые учебные хозяйства, где велись опыты и все, и все. Это люди далекие от науки, но такие ушлые ребята, которые рядом с наукой, они посмотрели. Да, страна была в кризисе и сказали, а зачем вам это надо? Все равно вы же там сидите, как у Высоцкого, товарищи ученые, говорят, кончайте ваши опыты и так далее. Давайте просто. Мы придем вам и поможем. И вот самое странное, я пока как хочу сказать, в этом законопроекте, что он появился как бы с неба упал. Я уважаю очень правительство нашей страны, но когда не только люди наподобие меня, которые в какой-то мере хотя бы боковым зрением должны видеть существующие новые законодательные акты, но когда для всего научного сообщества это стало вот как разорвавшаяся бомба. И, скажем, когда, естественно, законопроект правительства, но в правительстве это делает специальное министерство, и когда вот этот становящийся знаменитым человеком Ненчеливанов, который с своим удивленным взглядом говорит, я этого законопроекта не писал, и когда президент вынужден вмешиваться и буквально с карандашом в руках начинает рассматривать текст, который Дума приняла в первом чтении, перед вторым чтением, когда президент, как сказал академик Примаков, развернул законопроект на 180 градусов и попытался, грубо говоря, сделать так, что давайте пока во втором чтении, чтобы это было похоже на реформу, а не на ликвидацию академии. Когда президент многие вещи заставил пересмотреть заново, и думцы согласились с этим, но сделали очень интересный шаг, который очень о многом говорит. Они не стали добивать этот законопроект в третьем чтении, а перенесли его на осень, не исключив возвращение опять во второе чтение. То есть концептуально он изменен, и я не знаю, чем закончится конфликт между академическим сообществом и Минобром, но я уверен, что главное, чтобы реформа академии не превратилась в то множество реформ, которые проходят в нашей стране на протяжении последних 20 лет. Мы несколько десятков реформ затеяли, и ни одной еще не довели до конца. От этого страна не выигрывает. И всегда начинаешь вспоминать Конфуция. Не дай вам Бог жить в эпоху перемен и реформ. Лет даже пять назад еще в науку молодые не шли. Это не секрет. Не получится ли сейчас, в связи с тем, что мы разделяем вот эти две ипостаси, люди пойдут больше в хозяйственную часть молодые, чем, наверное, в науку? Ну, во-первых, очень хороший вопрос, он очень современный. Раньше, извините меня, в науку ушли избранные, хотя бы потому, что высшее образование не носило такой всеобщий и такой средний характер. Раньше высшее образование шло 30% выпускников школ. Нынче в той же Осетии 95-98, понимаете? И вот, скажем, когда у тебя, ну, может быть, кому-то это не понравится, скажем, я все же считаю, что наука – это дело не каждого. И если молодой человек, да, вот сейчас я знаю по своим коллегам по университету, ну, извините, и по себе, скажем, денежное вознаграждение или зарплата, ну, такая мизерная, что по-хорошему, если ты не есть фанат, то ты в науке не остаешься. Это, с одной стороны, это правильно, потому что в науке должны оставаться фанаты. Не те, которые, извините меня, работают… То есть, сродни голодному художнику, вы хотите сказать? Конечно, ученые, но не всегда. Но есть какие-то начальные моменты, начальные моменты. Скажем, если человек, вот сейчас, вы меня простите, у нас вот сейчас первый опыт магистратуры в университете, ну, мы пока методом широкого набора набираем магистрантов, но среди них только единицы смогут заниматься наукой и по интеллектуальному своему состоянию, и по состоянию души. А если у тебя нормально с управленческими вариантами, управляй. Но не навязывай, не навязывай академическому сообществу свое видение вот того, как ты видишь науку. Вот проблема Ливанова в том и заключается, что он, ну, смотрит на науку, как один из множества ректоров, которых появилось в нашей образовательной системе. Очень у многих ректоров проблема какая? Больше набрать людей, в основном на коммерческую часть, больше оказать коммерческих услуг и так далее, и так далее, и больше заработать денег. Университет не должен заниматься зарабатыванием денег, а академический институт, тем более, его продукт должен оцениваться не им самим, он не должен его таскать на рынок, рынок его должен искать сам. Вот в том и заключается смысл академической науки. Перед наукой была всегда определенная цель. Была идеология, была четкая цель, во имя чего работать. Сейчас, мне кажется, вот эта идеология или какой-то там сверхзадача перед наукой не поставлена. Во времена, вот так сказать, начального социализма мы были единственной страной, которая, скажем, вынуждена была доказывать всему миру, что мы не зря появились и не зря родились. Свою состоятельность. Да, свою состоятельность, и мы, в принципе, состоялись. Потом вот была утеряна вот эта своя суверенность в плане самоидентификации. Есть общемировые планочки, но есть и вещи, которые, ну, ты должен быть чуть другим. Но вот эта наша страна утеряла, ну, я не знаю, кто в этом больше виноват, и сейчас мы не о том говорим. То есть, если вы мне позволите, я вот такую параллель проведу. Советские спортсмены знали, что он должен сдохнуть, но победить. Сейчас мне всегда объясняют, говорят, ну, в этот раз не получилось, в следующий раз получится. А если не получится, ну, спорт есть, спорт есть, состязания. Все. То есть, он получает зарплату больше, живет лучше, все. Но у него нет борьбы за честь своей страны. Может быть, родину перестали любить. А скорее всего, скажем, родина позволяет людям безразлично к себе относиться. Это, да, это не говорит о том, что надо быть тиранией или чем-то другим. Просто гражданин – это является лицо, ответственное перед данной страной, а не житель этой территории. Это разные вещи. С поделом, это же так само собой. Конечно. И давайте все-таки, вот, ваше резюме все-таки нужно. Реформирование необходимо, но в том виде, в котором было предложено, это совершенно правильно, что этот вариант не прошел. И вот поправки не только президент, президент их внес после консультации с научным сообществом. И, скажем, конечно, вот какая-то реорганизация, реструктуризация нужна. Но ни в коем разе не превращение Академии в нечто аморфное. Вот как Примаков сказал, пытаются из Академии сделать клуб по интересам. Так не бывает. Это структура государственная, со спецификой управления, спецификой такого общественного характера. И самое главное, занимающаяся работой на результат в науке, в передовом образе мышления во всех сферах. Современное состояние нашей науки совсем плачевное. Вот этот законопроект, почему он появился, как вы думаете? Почему появился законопроект, сказать очень сложно. В течение ряда лет к Российской Академии науки и к Российской науке в целом есть претензии со стороны Министерства образования и науки, но внятно эти претензии не формулируются. Состояние нашей науки характеризовать как совсем плачевное, я бы воздержался от таких оценок. Но не сказать, что есть проблемы в науке, тоже будет совершенно неверно. Наука российская переживает весьма сложный период своего существования. Это связано с тем, что в целом в стране имеются проблемы, а наука – это часть общества. И не может быть все гладко в науке. Думаю, что большая часть проблем, с которыми сегодня сталкивается Российская Академия наук, связана с государственной политикой и с неопределенностью, для чего наука нужна стране. Я думаю, что это главный вопрос. Как только на этот вопрос будет внятный ответ, все проблемы потихоньку решатся. Прошу прощения, до сих пор мы этого не знали, для чего наука, тогда зачем она есть? Давайте скажу тогда поточнее. В Советском Союзе была точная постановка вопроса. Она была следующая. Наука обеспечивает обороноспособность страны, экономическое развитие страны и гарантию военной безопасности. Вы хорошо все помните, это ядерная триада и так далее. Это паритет военно-политический. Вот в этом огромный был вклад науки Советского Союза. Перед российской наукой ставятся вопросы так. У вас нет инноваций, вы неэффективны. Слово «эффективность» нужно объяснять. Эффективность в Советском Союзе означала ровно вот это. Если наука вносит свой вклад в обороноспособность страны, в экономическое развитие, вот это и есть эффективность. Сегодня, когда господин Ливанов говорит о том, что наука или российская академия неэффективна, то на этом разговор заканчивается, потому что надо объяснить, что такое неэффективно. Когда начинают объяснять эффективность количеством публикаций в зарубежных источниках или подобные параметры, они сами понимают, что это не может быть серьезным критерием оценки. Поэтому я и говорю, что нет внятно сформулированной концепции, для чего России нужна наука. Но претензия самая большая, я так поняла, что у российских ученых слишком много имущества. Это цитата. Я думаю, вся причина здесь. Это ровно такая же ситуация. Никто ведь не объясняет, что такое много, а что такое мало. Сама эта формулировка говорит о двух вещах. Первое, что реформаторов интересует имущество, в первую очередь. Второе, значит, для этого изобретаются формулы такого типа. Много-мало. А что это такое? Почему много, а почему мало? Был в свое время такой министр образования науки Борис Салтыков. Он тоже говорил об избыточности российской науки. Для чего избыточности? Никто не объясняет. Понимаете, это взгляд либо поверхности, либо неполный, либо скрывает нечто, какие-то действительно намерения. Вы говорите прямо, что значит избыточно, что значит много имущества. Объясните это, и тогда будет понятно. Финансируется наука достаточно? Наука финансируется недостаточно, но надо совершенно четко определить, что в последние годы, лет пять, наверное, финансирование науки растет. Благосостояние, так сказать, в целом научной сферы улучшается. И это факт. Правда, при этом проговаривают, вот я вам тоже процитирую Ливанова, что вот в последние годы финансирование увеличилось в десять раз, а вот результативность не увеличилась в десять раз. Ну понимаете, ну это лукавство, ну очевидное лукавство. Такие вещи нельзя говорить в серьезном обществе. Понимаете? Потому что в эти десять раз увеличения внесли Исколково, внесли Роснано, которые, в принципе, к фундаментальной науке, я могу сказать, никакого отношения не имеют. А нанотехнологии? Вот эти затраты отнесли туда же. В Роснано известно, что самое большое достижение это пышные презентации, представительские расходы и так далее. Там огромные расходы. Но, естественно, там нет результата и не будет результата, потому что не для того создавалась эта самая корпорация Роснано. Вот мне бы хотелось, чтобы мы ушли от этих штампов, которые смысла не несут никакого. Вот это вот, что много имущества, мало имущества, избыточная наука, неизбыточная, эффективная, неэффективная. Давайте говорить о существе вопроса. Какую мы строим страну и какую для этого строительства нужна наука. Вот это серьезный разговор. Полемика, между прочим, между Министерством образования науки и Президиумом Академии наук, к большому моему сожалению, тоже уклоняется вот от этой генеральной основополагающей линии, основополагающего вопроса, какую мы хотим видеть страну через 20 лет и какая для этого нужна наука. Вот мне кажется, вот это был бы правильный разговор, а вот там больше, меньше, менее эффективно, более эффективно. Когда нет критериев, то это бессмысленный разговор. Во что превращается сейчас наша страна? Мы явно сырьевое направление выбрали. И знаете, как говорят, слишком богатая страна. Все продают и продают, и никак не продадут. И зачем включать мозги, когда достаточно качать, опять же, продаем с убытком, продаем сырье, а потом покупаем из этого же сырья, производим мы, говорится, продукцию, и опять же, говорится, развивали бы еще промышленность, которая бы из этого сырья уже производила какие-то дополнительные товары, уже было бы больше. Вспомните, говорится, историю Великой Отечественной войны, когда она закончилась, когда та же Япония, проиграв, не имея никаких ресурсов, раздетая до нитки всеми контибуциями и прочее, и прочее. За счет чего она сделала рывок? Только за счет включения, извините, мозгов, и за счет того, что она сделала именно скачок в научном развитии. А у нас такой потребности нет. Да зачем думать, вон, продаем, и каждый день мы хвастаемся, сколько Газпром получил, сколько там все это сделал, стоит буквально на 10-20 долларов скачнуть цене на нефть в мире, и нас всю страну лихорадят. Ну, вот это о чем говорит, что об этой направленности. Теперь, когда мы говорим о науке, в самые тяжелые времена, в самые, какие бы они были, все равно, скажем, даже во времена СССР, наука не обсуждалась и не представлялась даже сомнений в ее важности и необходимости. В 90-е годы чем вызвано сейчас спад, ну, скажем так, длительный период спада в науке? Потому что она была брошена на самовыживание. На самотек просто, сама по себе, да? Да, кто выживет, тот и выживет. Потребности резко сократились. Предприятия перестали заключать те же хозяйственные договора, которые они тоже боролись за выживание. Дальше финансирование стало снижаться. Утечка умов, мозгов, как мы говорим, которая в 90-е годы сопровождалась, плюс уход молодежи из научной сферы, потому что там то в киоске сидеть, то еще что-нибудь, то есть это вся сломка ценностей. И сегодня пришли к ситуации, что не имея запроса от производства, там, ну, скажем, от той же промышленности, которая в первую очередь, говорится, не развивается, вот на что надо в первую очередь делать акцент. Естественно, научные организации вынуждены выживать. Да, тут есть какие-то и арендные, говорится, вопросы, и имущественные, которые, на его взгляд, как он говорит, неправильно используются. Так правильно, так если кто-то неправильно использует, разбирайтесь с этим, решайте этот вопрос. Но сегодня-завтра представимся ситуацию, что начнется подъем промышленности, экономики всей, а на каком месте? Сопровождение научного, оно даже должно быть, научное сопровождение. И в итоге сейчас что делается? Сейчас подрывается, вот вначале бросили на самотек, а сейчас делается такое решение, принимается, что, в принципе, после которого можно не подняться уже. Потому что академия, ну, превращается в клуб, в общественную организацию, значит, агентство будет распоряжаться всем, вы живете в этом же доме, вы, сотрудник, ничего не почувствует, но дом уже не ваш, и завтра вам через год скажут неэффективное использование имущества. И вот, скажем, корпус, который занимает научный институт, ему скажут, а вот рядом есть двухэтажное здание, вам как раз хватит, переселитесь сюда. То есть, все очевидно, что интерес в имущественной сфере. Примерная стоимость оцененного имущества, входящая в систему академии, около 100 миллиардов долларов. Вот у меня напрашивается вопрос. Неужели то, о чем вы сейчас говорите, руководство нашей страны не понимает или не хотят понять? Они все прекрасно понимают. И вот самое обидное в том, что вот даже нет попытки сформулировать аргументы. Вот эти общие слова, которые говорятся, эффективно, неэффективно, там, это даже нежелание вот с научными сотрудниками, с людьми научными, которые требуют точной формулировки, где, которые можно на спорте, говорят общие фразы. Как можно оценивать вообще развитие науки по количеству публикаций? Одна публикация может весь мир перевернуть. А может быть, 100 абсолютно бесполезных, ну, скажем, не бесполезных, не таких значимых, но тем не менее есть. Дальше, индекс цитируемости, опять же, ну, это индикатор, он может быть индикатором, он косвенный, он не основной. Почему? Потому что есть сферы науки, которые очень узкий круг специалистов этим занимается. Есть, всемирно, популярно, и там, безусловно, будет, там говорится, очень много цитируем и так далее. И вот такие аргументы приводятся. И второе, что мне хотелось бы сказать, что вот мысль у меня отвертелась какая-то, я потом ее, может быть, вспомню, но вот это все и делается это крайне, крайне недемократично. И очень оскорбительно к тем людям, которые, по большому счету, по большому счету сформировали вот и имидж страны, и ее уровень. Потому что, вы знаете, я очень часто бываю за границей на международных конференциях. И вот понятие русский турист, это одно понятие, которое Задорнов всегда высмеивает, смеется там, и Тагил, и все что угодно, не понимаете. Есть понятие русский ученый. Вот настолько в мире уважение, просто прямо на порядок изменено, когда они видят что-то на конференции из России, то есть все равно российская наука вызывает огромное уважение и огромную, говорится, высокую оценку. Авторитет, да? Авторитет огромный, говорится, да. А сегодня, я говорю, все это может подрубить, вот эти все устои. А может, вы не понимаете, ученые мужи-то, может, это вам во благо, опять вот, цитата, «планируется разделить научную деятельность и хозяйственную. То есть вы, ученые, должны заниматься исследованиями, а управление имуществом и текущие административные дела должны перейти в ведение специального созданного федерального агентства. Может, вам жизнь облегчают? А вы этого не понимаете? Кто-то удачно сравнил вот это облегчение жизни следующим образом. Давайте мы вам отрежем руки, чтобы избавить вас от труда доносить пищу до рта. Ложечкой кормить будут. Разве это плохо? Да, очень хорошо. Роль науки зависит от того, какую цель перед собой ставит государство. Наша, как сказать, роль нашего государства в глобальном рынке разделения труда это все-таки сырьевой придаток, да? И наше руководство косвенно или прямо с этим согласилось. Для сырьевой страны не нужна фундаментальная наука. Зачем она им нужна? Для сырьевой страны, наверное, не нужна такая большая армия, которая была. Нужны вот эти вот бригады, которые сейчас созданы. Для чего? Для того, чтобы они могли охранять, так сказать, места добычи полезных ископаемых. И все. Соответственно, под это все подстраивается все остальное. Вот знаешь, эксперимент проводили с лягушкой. Вот если лягушку бросить кипяток, она туда выпрыгнет. А вот если бросить холодную воду и потихоньку варить, она там сварится. Вот то, что происходит 25 лет после перестройки, это вот это медленное варение этой лягушки. Вот она медленно-медленно варится, уничтожает образование, медицину, здравоохранение, армию. Все это потихоньку-потихоньку-потихоньку уничтожается. Нас ввели в ВТО, в этот глобальный рынок, да? Ну как мы можем на равных конкурировать в каких-то, например, отраслях, в тех же самых научных с Америкой, да? Где все там передовые знания, где за счет того, что они печатают ничем не обеспеченные деньги, они свозят за эти деньги туда лучших ученых, технологий и как бы развивают свою, вот эту отрасль. А мы как бы вот царевой предаток. Исходя из этих соображений, конечно, наука не нужна. Ни Ливанову, ни Медведеву, никому. Сколково и все вот прочие эти вещи, это просто, ну, скажем прямо, это отмывание денег, не более того. Сколково, это такой внутренний офшор. Он же финансировал эту болотную, это сейчас все истории стали выплывать. Это просто некий внутренний офшор, к науке не имеющий никакого отношения. И вот в этой связи возникает очень серьезный вопрос. Сыревой экономике наука не нужна. Вот нам, гражданам России, нужна сыревая страна? Вот в чем вопрос. Если мы согласны с этим, тогда ни единого аргумента в пользу Академии наук в этом споре с Министерством образования и науки привести невозможно. Весь вопрос в том, что мы, граждане России, не желаем быть гражданами сыревой страны. Страна, которая имеет тысячелетнюю историю, великую историю. Страна, которая наряду с провалами имела периоды триумфа, страна в генетической памяти, которой великие победы, великие достижения, она не может мириться с ролью сырьевого предатка. Вот в этом весь вопрос. Когда я говорил, какую ставит перед наукой задачу наше государство, вот это я и имел в виду. Так что вот спасибо коллеге, что он поднял этот вопрос. И вот еще хотелось бы добавить ремарку небольшую. Вот большевиков сильно хает. Вот большевики, евреи такие, сяки там уничтожили царскую империю. Что первое они стали делать? Они стали восстанавливать фундаментальную науку, инженерский корпус. То есть буквально с 1922 года закончилась гражданская война. Первое, что начали делать, восстанавливать науку, восстанавливать предприятия. И сделали колоссальный индустриальный скачок. То есть за 10 лет, как говорил Сталин, мы должны пройти путь, то, что вся Европа, весь мир прошел за 100 лет. И за 10 лет этот путь был пройден. А благодаря чему? Потому что не были потеряны научные школы. Но это прошло 5 лет. Сейчас прошло 25 лет. То есть преемственность поколений уже была потеряна. И сейчас вот там господин Медведев говорит об некой там новой модернизации, индустриализации. Значит, за счет чего? За счет каких ресурсов? В то же время уничтожает фундаментальную науку. Какая может быть модернизация? Запудривание мозгов малограмотному населению, которое благодаря ЕГЭ и вот этому всему становится еще более-менее грамотным. Поэтому легко ему мозги запудрить. То есть сначала снижается образовательный уровень, а потом можно рассказывать все, что угодно с экрана в телевизор. Я не могу не отреагировать на сказанное. В 1918 году в Петербурге был основан физико-технический институт. Возглавили его академик Еофи. Теперь этот институт носит название его, имени Еофи. Так вот, это было в 1918 году в разгар гражданской войны. От этого института потихонечку потом отпочковались другие институты Российской Академии Наук. И вот, понимаете, ровно на советскую власть, на вот этот период, где-то с 20-х годов и до 50-х, приходится расцвет советской физики. Физика, физическая наука из провинциальной науки в то время, в начале 20-го столетия, превратилась вот к 50-м годам в одно из мощнейших научных сообществ во всем мире. Значит, физики, это вот советские физики, вот их труд, их достижения, я уже даже не говорю о фундаментальной науке, а в практической плоскости, они как бы воплотились в ядерную энергетику, в ядерное оружие, в космос и так далее. То есть, вот когда мы говорим, что к какому-то, к 70-м годам Советский Союз достиг военно-политического паритета с Соединенным Штатом, то вот это была работа ученых, физиков, математиков и других, технорей и так далее. Не может прогрессивное государство, прогрессивное общество развиваться без должного уровня образования и на свете науки. Без человеческого знания оно должно обогащаться. Как может человечество идти вперед, как может обороноспособность страны быть на передовой позиции, если науки не будет. Вообще, как может страна развиваться без академической науки. То, что как на Западе, скажем, во Франции или в Италии, научные институты прикрепить к университетам, эта формула у нас не проходит. Мы убедились на примере с такой стороны, как Тбилиси. Великолепные школы. Я почти со всеми учеными в этих гуманитарных отраслях знания был лично знаком. Понимаете, они буквально свою жизнь закончили от того, что остались невостребованными. Грузинский народ понес огромную утрату личностей, академических личностей. Поэтому мне полагается, что научное сообщество, оно будет бороться, чтобы отстоять Академию наук. Российскую Академию наук, имеющую почти трехсотлетнюю историю, колоссальную историю. По поводу истории Академики изданы хорошие двухтомники, трехтомники. Персональный состав Академии наук получил отражение во многих справочных изданиях, специальных изданиях. Наука, как таковой, человеческое издание, оно должно приемножаться. Не может быть, не должно быть такого, чтобы у нас не было, не сохранилась Академия наук. Надеюсь, что Всевышний поможет сберечь, сохранить Российскую Академию наук. А как вы думаете, вот Академик Фортов, он за эту реформу или против нее? Насколько мне известно, он против реформы. Насколько-то мне известно, вот будучи в НАЧКе, в тесной контакте с крупными учеными. И ему одному отстоять будет очень тяжело. Это невозможно. Но Президиум Академии наук, думаю, должен принять отрешающее значение, чтобы отстоять науку академическую. В информации об этом как бы не акцентируется внимание, как бы фраза вскользь прозвучала, что это федеральное агентство будет заниматься всем имуществом, всеми центрами, региональными и так далее. И дальше прозвучала фраза, которая вскользь была сказана, что они перестанут быть государственными, бюджетными организациями. Они это кто? Вот эти центры все региональные, там все и так далее. И финансирование науки перейдет на грантовый принцип. То есть гранты будут достаточно большие, там все и так далее. Но вот те, кто занимается подготовкой заявок на гранты, это в первую очередь ударит по региональным центрам. Почему? Ну, во-первых, как они составляют, ну, конкурсы как проходят, там есть критерии оценки, это цена, сроки, и дальше квалификация коллектива и опыт выполненных работ. Ну, по данной тематике. И вот, скажем, когда мы берем какой-то центральный научный исследовательский или еще что-то институт, безусловно, количество докторов, академиков, там гораздо больше. Количество тем, выполняемых по госпрограммам, больше, и, соответственно, даже защищаться, люди стекаются туда. А все это критерии, это все баллы. Когда, скажем, возьмем наш региональный, у нас, допустим, защита диссертации, там, скажем, в республиканском уровне, это достаточно весомые события, там, то-то, и мы уже, не выйдя на старт, уже проигрываем по 10-15 баллов крупным центром. И тогда мы должны либо динпинговать, чуть ли не за бесплатно делать серьезную работу, а еще надо иметь задел, который тоже за какой-то период должен нарабатываться, либо делать чуть ли не реальные сроки. И раз за разом все наши заявки мы проигрываем. И тогда получается, грант вообще, что ли? Грант – это приз. То есть, когда ты, но это не способ, не средство для существования. То есть, если ты имеешь какую-то, там, скажем, базу, постоянные работы, вот это бюджетное финансирование в рамках, ну, базового финансирования, ты можешь ввести какую-то плановую работу, плановые какие-то исследования, все и так далее. И вдруг появляется конкурс грантов, и ты его еще выиграл, но когда тебе говорят, только вот выиграешь грант и будешь жить, раз не выиграли, два не выиграли, а время идет, полгода-год, все, и коллектива нету. Коллективу не на что существовать. И вот это ударит, в первую очередь, по региональным небольшим центрам. Да, и у нас, перенесетная подготовка кадров научных молодежи, которая как бы не идет на науку, так ее теперь и подготовить негде будет, кроме как в Москве и таких крупнейших центрах. То есть, вот здесь тоже, и об этом практически нигде не упоминается. Когда вот оценивается эффективность науки, вот даже сегодняшний заказ, если был бы даже, он не всегда есть смысл развития науки, особенно фундаментарный, ведь сколько есть примеров, когда открытие или какие-то там, скажем, научные разработки находят притворение спустя 10-20 лет. То есть, они опережают ситуацию. А как это, это же делается без заказа, делается в рамках исследовательской работы. А сегодня, вот, чисто такие, рыночные решения. Сделал, заказал, ну, так, скажем, к науке, вот таким образом подходить нельзя. Это люди, абсолютно не понимающие, как говорится, специфику научного развития или не хотящие, как говорится, ее видеть. Мне кажется, они все прекрасно понимают. Это все делается осознанно. Вот если прибавить к каждому нашему министерству название ликвидком, да, то есть, министерство ликвидации образования, министерство ликвидации здравоохранения, все становится на свои места. То есть, наш кабинет министров это некий ликвидком. То есть, ликвидком, демонтаж страны в принципе. И, соответственно, нужно демонтировать по частям все, что составляет основу этой страны. То есть, фундаментальную науку, оборону, образование, здравоохранение и все это остальное. И страна постепенно-постепенно деградирует. Ты смотри еще, чем ниже уровень научного сознания в обществе, тем выше уровень религиозного сознания. Вместо научных передач показывают какие-то религиозные, говорят нам про веру, про то, про все, понимаешь, про Божью кару и все на свете. Почему? Потому что нам опять светское общество пытается подменить на религиозное. То есть, хотят нас, как сказать, с определенной ступени исторического развития скинуть вниз назад, понимаешь, в то, что где жила Российская империя. Ведь наша Академия наук пережила развал Российской империи, развал Советского Союза. Сейчас, вот либеральная группа, она ее добивает, добивает сознательно. Не то, что они там что-то не понимают, все они прекрасно понимают, но надо просто понимать их цель. Если ставить цель, что они просто ликвидируют науку, тогда с этой точки зрения все они делают грамотно. Все объяснимо. Абсолютно четко. Я хочу вопрос задать. Пожалуйста. Недавно на Петербургском форуме Владимир Владимирович Путин объявил новую индустриализацию страны. Ну, человек, он серьезный, он не может не понимать, что никакой индустриализации без серьезной науки не будет. И вслед за этим он соглашается с реформированием Российской Академии наук. Значит, либо мы должны предположить, что он закрытый враг и вот эти две вещи несовместимые он озвучивает, либо он не понимает, что эти две вещи между собой связаны. Либо еще есть третий вариант, что сейчас внутри нашей элиты некий раскол произошел, который оформляется последние годы и делится как бы на государственных политиков, которые собираются вокруг Путина, и на либералов. Потому что 25 лет мы жили под гидой либералов. То есть Чубаев, Гайдар, это все преемственно шла, это одна группа была. Сейчас некая группа, есть предположение среди политологов, что как бы вот некая группа оформляется тут Путин, Сечин и все эти люди, которым нужно государство по каким-то неким своим причинам. То есть надо понимать, что они тоже были часть этого либерального проекта, но что-то случилось, почему-то им понадобилось государство, почему-то убрали Сердюкова, поставили Шойгу. То есть для чего поставили Шойгу? Потому что кому-то понадобилась армия, подняли зарплаты, кому нужна бывать армия? Тот, кто чувствует барабаны войны где-то на горе Зонти, понимаете? Генри Киссинджер сказал, что только глухонец слушает барабаны Третьей мировой войны уже, кто же в Сирии начинается. А для армии что нужно? Для армии нужно оружие. В век технологических, вот в этот технологический век, когда электронное оружие, ты не можешь покупать за границей самолеты, как мог покупать в Первую, Вторую мировую войну, потому что там нажал кнопку, электроника отключилась, самолет упал. То есть нужно делать свое. Соответственно, нужна наука, промышленность, инженеры. То есть это по цепочке вырастает, что нужно государству, если тебе нужна полноценная армия. То есть некий раскол идет, когда он оформится, вот на Болотной же он выплеснулся, в принципе, наружу, когда это было. То, что делала Болотная, это же делало окружение Медведева, это, в принципе, уже доказано было, понимаете? То есть Тимакова этим всем руководила, телеканалом «Дожди» и прочим. Некий раскол идет внутри элиты. Значит, мы должны признать, что в таком случае, по крайней мере, элит-виткомом нельзя обозначать все руководство России. Я не говорю про руководство страны, я сказал про правительство. Ну да, ну вот мы констатируем, вот это правильно, да? И вот в этой связи, вообще-то, очень хотелось бы, чтобы кто-нибудь позицию как бы Ливанова отстаивал, но я чувствую, что таковых у нас нет. Поэтому я бы вот в какой-то мере взял на себя эту функцию. Ведь на самом деле не все, что говорится и озвучивается Министерством образования и науки в адрес науки. Не все бессмысленно. Есть две вещи, которые разумны и которые надо было бы вообще-то обдумать и принять к исполнению. Но это почему-то не происходит. Вот. Почему? Вот понимаете, происходит какая вещь. Есть агрессивная такая позиция Министерства образования и науки. Агрессивность вызывает у Российской Академии наук ответную реакцию. И позицию Академии наук в принципе можно обозначить вот ну словами Сократа. Вот Сократа спросили, когда как он относится к Гераклиту, он сказал, все, что я понимаю в Гераклите, мне превосходно, мне нравится. Из этого я делаю вывод, что то, что я не понимаю, наверное, тоже прекрасно. И вот здесь так же. То, что делаю, то, что мы наблюдаем, вот реально мы наблюдаем и видим в действиях Министерства образования и науки, это ужасно. И поэтому люди дальше начинают думать, что скорее всего то, чего мы еще не увидели и то, что будет, будет столь же ужасно. Дальше этой парадигмы, вот дальше вот этого логического круга, вот президиум Академии не идет. Но уже несколько лет говорят о реформах, о реформах так, что Академия наук должна реформироваться, что она неэффективна. И Академия наук так иногда вяло, иногда активно отбивается. Вот позиция защищаемого, да, вот. И это позиция проигрышная. Вот когда я говорил о том, что нет задачи, ну хорошо, допустим, Министерство образования и науки, правительство Российской Федерации не формулирует задачи для науки. Вот уже ученые, академики, умные люди, создатели в общем выдающиеся открытия, значит, создатели очень интересных и фундаментальных теорий, так сказать, разработок и так далее. Вот почему бы не сформулировать, так сказать, своеобразную концепцию или стратегию развития страны. Не говорят правительство, хорошо, вот мы исходим из такой стратегии. Мы не 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 хотим мириться с тем, что наша страна царевая, она должна быть мировой державой, страна должна, иметь, так сказать, высокое качество жизни и безупречную, так сказать, оборонную мощь. Вот сформулировали такую задачу, а дальше разворачиваете, где здесь роль науки, скажите, почему нужна наука для решения такой задачи, и что если реформировать, то надо реформировать, вот под, затачивать вот на решение этих задач. Ведь президиум не сделал этого. Дело в том, что если в государстве может цель такая не стоит, вот в чем вся речь. Если нас хотят вводить в Запад, делать нам, то есть некое... Еще раз, пожалуйста, я объясняю свою позицию. Может быть, я этого не знаю, но вы, может быть, правы. Но это же не означает, что мы давайте будем отбиваться, пока им не надоест эта вот перепалка, и в конце концов не примут вот то решение, которое приняли. То есть, понимаете, надо было сыграть на опережение и сформулировать, пусть государство не хочет иметь мощную страну, а готовит, так сказать, к сыровой предаток. Пусть, допустим, так. Хотя я не уверен, что это так. Вы же сами говорили, что там неоднородное, там есть либеральные крыла и так далее. Но пусть даже так. Вот сформулировали лет 10 тому назад Владимир Владимирович про возгласитель инновационный путь развития. Время от времени он говорит про умную экономику. Теперь уже сказал про новую индустриализацию. Ну что вы еще хотите, товарищи ученые? Сформулируйте, вот подхватите вот этот политический тезис о том, что мы объявляем новую индустриализацию. И предложите свой план ГОЭЛРО. Два. Разверните это в целую программу. И укажите, что без науки это неразрешимо. И когда это будет сформулировано, озвучено, обнародовано, правительство должно как-то реагировать. И тогда отпадут эти разговоры эффективно, неэффективно. Публикации выросли, не выросли. В иностранных журналах публикации или в российских журналах. Ну, детский сад. Детский сад. Что мы обсуждаем? Вопрос стоит действительно вот так серьезно. Будем мы через там 20-50 лет сырьевым придатком, с деградирующим качеством жизни, образованием, медицины, науки, сокращающимся населением. В свое время Маргарет Тэтчер озвучил 15 миллионов нужно для обслуживания трубы. Ну, некоторые более, так сказать, благосклонные к русской там, ну, говорят, ну, 50 миллионов, ладно. По крайней мере, до сих пор мы же видим, что этот план реализовывается. То есть, последние 25 лет мы можем буквально по годам отследить, как это все происходит. К этому руку приложили, я считаю, что вот своим, так сказать, своей пассивностью и вот президиум Академии наук да простит меня, если я грешу. Везде обсуждения. Ведь каждый имел свою программу развития Академии наук. Каждый. То есть, была масса обсуждения. И в это время параллельно на другой, там, скажем, условно, к площади шло такое же продумывание вот данного законопроекта. Вот почему шло два параллельных обсуждения, почему бы им не слиться на одной площадке и выбрать оптимальную что-то из этого, ну, скажем, позитивно. Наверняка и то, что мы услышали в интервью Ливана, в том, что мы увидели, там еще, может быть, может быть, там заложены какие-то позитивные моменты. Но вот если бы эти позитивные моменты нашли бы с обеих сторон какую-то стыковку, может быть, что и было бы нормально, не было бы никаких проблем. А так, как бы, два потока, которые друг с другом не встретились. Просто на опережение правительственно оказался впереди. Можно еще сравнить с тем, что произошло в армии. Вот в армии тоже, так сказать, посылаются сигналы, что надо реформировать армию, что армия не отвечает потребностям современной войны, современным потребностям обороноспособности страны. Что происходит? Группа генералов заняла круговую оборону, все у нас нормально, устроились хорошо, там, имущество у них, там, и так далее, и так далее. Я не хочу сказать, что в Академии наук такая ситуация, далеко не такая. Но, значит, сигнал за сигналом не воспринимают. И понимает руководство, что из среды этого генералитета нельзя никого, так сказать, реформатора найти, потому что они все завязаны. И тогда появился так называемый директор мебельного магазина. И самым циничным образом все это дело, так сказать, разломал. При этом, так сказать, издержки оказались неприемлемыми, но это уже другая история. Я просто так моделирую и могу себе представить, что вот примерно сходная ситуация и сходный сценарий, я повторяю, я далек от мнения о том, что в Академии наук там такие же, так сказать, нарушения и так далее. Но тем не менее, вот я одно знаю совершенно точно, много лет подряд идут сигналы, нужно реформироваться, нужно реформироваться. Правда, сигналы некорректные. Говорят Академии, что она неэффективна, что у них инновации. Это все, как говорится, вот есть осетинское выражение. Вот по седлу бьешь, когда вот не можешь коня подгонять, вот они охлёстывают по седлу. Но реакция-то была, так сказать, вот такая ответная. Нет, у нас все хорошо. И мне кажется, это сыграло свою пагубную роль. Вот если бы приняли бы, как говорится, удар, вот встретили бы лоб в лоб проблему и сказали бы, что извините, дело не в эффективности, дело не в публикациях, дело не в чем-то еще, а в том, что мы хотим содействовать росту не сырьевой страны, а мощной мировой державы. И вот это надо сделать вот так-то и так-то. Вот тогда была бы, мне кажется, то есть обозначить проблемы и устранить. Они ломают всю систему. Это роль политического руководства, нам нужно обозначить такие проблемы. Вот по поводу армии хотелось бы ремарку вставить. Да, вот армия заняла круговую оборону, не хочет реформироваться. Но армию всегда делают под что-то. У нас в военной доктрине, у нас даже не сказано, кто наш враг, вот с кем мы должны теоретически воевать. Когда вот Сталин строил свою армию, он понимал, что мы будем воевать с Европой, что там вот этот фашизм поднимает голову, соответственно, ставлены приоритеты. А тут с кем мы должны воевать? Нам все друзья. Запад, нам друг, Китай, нам друг, Америка. А с кем мы должны воевать? То есть армия даже не понимает, а с кем ей теоретически придется воевать и где будет театр военных действий. Мы на своей территории будем воевать. На Ближнем Востоке или где-то это будет война с США, то есть соответственно нам нужны тогда авианосцы будут, понимаете, а не сухопутные войска. У нас же сухопутные войска уничтожили. А сейчас война идет о том, что сейчас раскачивает Ближний Восток и через Среднюю Азию это все ломанется к нам, а сухопутных войск нету. Ты же не будешь тактическими ядерными ракетами стрелять по бандам террористов, понимаете? Тут стратегия вся основывается на том, кто враг, ну, если касается армии, да, и с кем мы будем воевать. Вот с кем мы должны воевать. Соответственно, уже генералы будут думать, как они должны в этом победить. И от этого все начинает плясать, понимаете? То есть должна вот Путин прийти и сказать, наш враг США, наш враг, вот этот Ближний Восток, который вот поднимается. И все, и будут генералы думать. А так вот вы реформируете. А что реформировать? А вот реформируете и все, потому что реформа это наше все. Вот перестройка началась в 85-м году, так у нас реформы не прекращаются. Вот правильно, как сказал уважаемый коллега, цели нету. Вот не ставят перед наукой цель. Вот нам сказали цель полететь на Луну. И ученые будут думать, как нам на ту Луну полететь или там, не знаю, там в дальний космос исследовать. Но цели же нету такой никакой. Вы реформируете. А что реформируете? Неэффективно. А что неэффективно? Как неэффективно? Для чего должна быть эффективность? Что такое эффективность? Производство телефонов iPhone? Это эффективность. Или эффективность человека в космос запустить? Что эффективность считать? Вот когда говорят, что неэффективно, а почему вот этот человек приведет к эффективности? Никто не говорит. А у нас есть опыт, пожалуйста, опыт формирования федеральных университетов. Что такое федеральный университет? 3, 4, 5, 6 высших учебных заведений вместе, так сказать, сливают в один вуз, бросают туда деньги, и почему-то вот из всего этого должно вырасти учебное заведение мирового уровня. Не получается. Не получается. Потому что нужны волевые усилия, нужна концепция, нужна стратегия развития, нужна идеология какая-то, вот развитие, понимаете? А они вот бросили деньги, и все остальное сделает невидимая рука Адама Смита. Вот так вот. Ничего не получается. Вот Ростовский университет. Прекрасный был университет, один из лучших в Советском Союзе. Объединили там с четырьмя другими вузами. Южно-федеральный университет. Ну, там, если почитать там постановление правительства, в целях написано, значит, подготовка кадров мирового уровня, ну и так далее, и так далее. Вот обеспечение инновационного развития региона и так далее. Ничегошеньки не получается. Не получается. И вот здесь тоже, вот понимаете, когда мы наблюдаем, что раз за разом провал, то и здесь, скорее всего, будет так же. Но разумные есть, и не только в этом, но и в других предложениях министерства. И вот еще раз, еще раз я повторяю. Я думаю, что мы упустили возможности взять инициативу, подхватить вот эти разумные, как бы, предложения, и превратить их в некую стратегию развития Российской Академии Наук. Но наступает пора работать. Значит, заканчивать, заканчивать с противостоянием и работать, чтобы усовершенствовать вот то, что уже есть. Следующие корреспонденты, почетные члены, академики, иностранные члены, все же они хотят сохранить Академию Наук, потому что это самый лучший мировой центр развития науки, всех отраслей науки. Второго числа состоялось заседание президиума нашего Владикавказского научного центра. Принято постановление, в котором несколько пунктов. Во-первых, наш президиум поддержал обращение и Сибирского отделения Академии Наук, и решение президиума, которое первого числа состоялось, Российской Академии Наук. То есть, вот все эти обращения мы поддержали. Второе, мы приняли свое собственное обращение, где вот излагаем свою точку зрения, ну, примерно вот в духе обсуждаемых, вот без, так сказать, крайностей, но суть такая. Значит, все это размещено на сайте Владикавказского научного центра, это все можно посмотреть. Третье, было дано поручение мне, чтобы я направил письма всем депутатам Госдумы и сенаторам нашим от имени президиума Владикавказского научного центра наше обращение и нашу просьбу не поддерживать этот законопроект. Я это сделал. И последнее, мы обратились ко всем сотрудникам Владикавказского научного центра, всех его подразделений, активно подключиться к обсуждению мер по совершенствованию работы Российской Академии Наук. Я не считаю, что не нужно уже, так сказать, надо расслабиться. Да, нужно активно пытаться воздействовать на ситуацию. И наряду с этой активностью нужен конструктив. Вот тезис Путина о том, что иногда лучше принимать решения и дорабатывать, чем топтаться на месте. Это означает, что процесс пошел. Сопротивляйся, не сопротивляйся, реформа будет. А вот какая она будет, реформа, с какими результатами, это зависит от совокупных усилий, не только министерства, но и Академии. То есть активность членов Академии, организации академических, надо немножко акценты перенести на конструктив. Предложения какие-то должны быть? Да, да. Четкие, конструктивные? Четкие, конкретные и так далее. Проблема все-таки глобальной современной науки, это какая? Вот кроме того, что нет идеологии, а еще что? Невостребованность, понимаете? Невостребованность. Невостребованность. Вот давайте из вашей сферы. У нас уже выросло поколение, которое разговаривать не умеет. Все это новояз прет, так сказать, из средств массовой информации. Вот невостребованность. Сойдет и так. Дальше. Нас стали плохо лечить. Ну давайте говорить прямо. Нас стали плохо учить в школах. Ну мы же воспринимаем это, мы же ничего, вроде сойдет и так. Невостребованность, понимаете? Если нам не нужно, чтобы мы лечили, нас лечили на высочайшем уровне, лечили превосходно. Учили. Чтобы управленческие решения принимались качественно. Если нам это не нужно, тогда не нужна и наука. Востребованность в целом и в нашей стране, и в мире, востребованность науки упала. Все остальное, понимаете, и частности, денег не хватает там, молодежь науку науку идет. Это все следствия главной причины. Поэтому вот по-другому я не могу на это востребовывать. Когда говорят, вот у вас нет инновации, вы там теоремы придумываете, а вот конкретно вот мобильник сделать или что мы не можем. Вот там это самое, за границей их делают. Вот, понимаете? Это некорректная постановка вопроса. Потому что мобильник – это заводы, это мастерские, это целая инфраструктура производственная. Ну, совершенно верно. И другие умения нужны. Вот министерство образования, но почему-то заботится об ученых, чтобы они, не дай бог, не обременяли себя имуществом. А почему-то они об этом не думают. А производством себя обременять что лучше? Это же сложнее. Какие инновации? Мы ответственны, российская академия, за фундаментальную науку. А вот чтобы эта фундаментальная наука пошла в производство и была реализована в конкретные услуги и продукцию, для этого нужна другая инфраструктура. Превратить знания в услугу и товар. Это целая, так сказать, это большие умения. Это целая наука. И для этого нужна как раз отвлечься от науки гораздо больше, чем управление имуществом. Отвлекает вот это вот создание производственной инфраструктуры. То есть некорректно это все, понимаете. Есть главный вопрос. Скажите, для чего нужна наука. Вот требуйте результаты науки. И тогда все встанет на свои места. Мне кажется, еще вот в 90-е тяжелые годы, после 85-го года, многие академические школы, персонифицированные академические школы, они потеряли своих лидеров. Тяжелые годы, люди были в возрасте, они не вынесли, они не вынесли изменения. Такое наблюдалось, кстати, в Тбилиси и в Ереване. И вот это тоже наложило свой отпечаток. То есть академии, институты, академии наук, они как бы показали некую слабинку. Второе. За советские годы академия наук СССР, гуманитарный институт, они все являются авторами многотомных изданий, в своей отрасли изданий. Скажем, вот институт искусств, он в одно время подчинялся и академии наук, и министерству культуры. Он издал в 13 томах, в 16 книгах историю русского искусства. В 6 томах, в 8 книгах всеобщую историю искусств. Но после того, как восторжествовало название, стала Российская академия наук, не могу сказать, кроме института языкознания, где издаются еще словари, чтобы один из этих институтов издал такой многотомник. Когда-то Селим Амарович Хан Магомедов, это академик архитектуры, он сказал, если научный институт в течение 20-30 лет не сдает обобщающее фундаментальное издание, то он не оправдывает себя, свое существование. Вот в этом аспекте тоже, видимо, вот эти институты где-то разобщенность, она дала слабинку, наверное, и нет таких, не появились вот за последний год таких фундаментальных изданий в гуманитарных науках. Вот, например, в институте востоковедения, вот я был в прошлом году на съезде востоковедов, там отдел Кавказа, он превратился в сектор, и в секторе Кавказа руководит этим сектором человек из Средней Азии. То есть ни одного кавказоведа сегодня нет. Кавказоведы, они не только в России, они и за рубежом, они вымерли почти. И вот когда мы говорили о системе цитирования, то как? Конечно, кавказоведение не будет цитироваться, потому что специалистов нет. Мало публикаций в этой области. И хромает вот наш международный конгресс по происхождению, по этногенезу осетин, этническая история осетин. Он показал, ни одного из-за рубежа не было, ни одного человека не было из Грузии, из Армении, которые бы были действительно кавказоведами. Понимаете как? Вот это все дает о себе знать, и, видимо, в целом по стране вот такие слабенькие проявились. Я говорю только о гуманитарных институтах, работа которых мне доступна, мне известно. Вот противостояние, которое между руководством Академии наук и руководством Министерства образования и науки Российской Федерации, конечно, на нас это тоже отражается, но должен сказать, что у нас здесь вот на месте с правительством республики, северной сети Аланья совершенно выстроены совершенно другие отношения. Очень конструктивные и конкретные. Вот я могу сказать, что нас слышат, воспринимают то, что мы вопросы, которые мы ставим, и, в общем-то, пытаются помогать, а иногда очень даже хорошо поддерживают. Всегда можно сказать, да, вот чего-то не хватает, чего-то нету, чего-то не делается. Ну, понимаете, это жизнь. Главное, что есть у нас вот конструктивное взаимодействие. И это вот хорошо. Второе, что мне кажется, хорошо. Перед нами ставят вопросы. То есть вот сказать, что резко и жестко, а вы что для республики делаете, так нам, конечно, не говорят, но суть нашего взаимодействия, мы ставим вопросы и нам ставят вопросы. Я могу сказать, что все наши институты, все наши структуры, они, ну, решая какие-то фундаментальные задачи, да, вот в пользу российской, в пользу фундаментальной науки, российской академии науки, всегда в поле зрения имеются задачи вот нашей республики. И у нас нет такого, так сказать, подразделения, которое бы не участвовало в решении каких-то серьезных вопросов нашего регионального развития. Вот. И вот это вот, так сказать, вот это вот взаимодействие, скажу вам прямо, при всей тревожности ситуации с российской академией наук, вот, и какие бы вопросы мне там не ставили, я более или менее спокоен, потому что я чувствую, что за моей спиной республика, у республики есть руководство, у руководства есть позиция определенная, и всегда на эту позицию можно опереться. Вот примерно так можно характеризовать. Руководство ставит перед вами определенные какие-то задачи? Есть два источника задач для науки. Один источник – это внутренний. Вот само развитие науки приходит к каким-то вопросам, вот в понимании, ну, вот того предмета или того вот мира материального, который изучает. Вот наука в своем развитии до них доходит, и она должна ответить. Здесь вопросы, они фундаментальные, это называется фундаментальная наука, и здесь критерием оценки не может быть какая-то, ну, вот коллеги уже много раз об этом говорили, вот за эту нашу беседу, что когда-то, может, через 50 лет, это может иметь очень серьезный экономический эффект. Вот, оценка вот таких, это невозможно, это оценивает научное сообщество. Вот если принято, так сказать, это достижение, значит, оно принято и оно оценено. Другой источник – это реальная практика, реальная жизнь, социально-экономическая, задачи социально-экономического развития. Вот в этих задачах оценка должна быть не в восторге, там, красотой, идей, там, и, это самое, постановок задачи, или идей, которые заложены в решении. Здесь критерий практика, критерий истины. Если это дает конкретный эффект, значит, это нужно. Если не дает конкретного эффекта, значит, что-то не так. Это сомнительно. Пример, пожалуйста. Вот есть у нас центр геофизических исследований, занимаются науке о Земле, физикой Земли, там есть серьезные проблемы, непонятые, вот над этими фундаментальными проблемами трудятся. Но есть основанные на этих знаниях методики, например, определение сейсмостойкости зданий. Ну, куда уж в нашем, в девятибальном регионе, куда уж более актуальная задача. И они занимаются оценкой сейсмической стойкости. Вот эти работы прикладные, вот этот самый центр геофизических исследований вполне в состоянии решать. Ну, и так далее. Я не буду время занимать. Вот есть прикладные задачи, есть фундаментальные задачи. Что касается прикладных задач, они, конечно же, проистекают при взаимодействии ученых и власти. Это, можно сказать так, союзное взаимодействие и поведение науки и власти. То есть, что-то формулирует власть на своем языке. Ну, в конце концов, не должен быть там министр или председатель правительства на языке геофизиков, математиков, что-то формулировать. Он формулирует конкретную прикладную задачу. Вот в данном случае, у нас 9, было раньше, по-моему, 7 баллов, теперь 9 баллов, да? 8 было, да. Теперь 10. Вот, видите, я, значит, не точно. Сейчас уже 10 баллов, да? И у правительства задача. А что с этим делать? Как? Вот ставят такую задачу. Мы, если имеем, так сказать, специалистов, можем что-то отвечать. Если не имеем специалистов, у нас мы подразделение Российской Академии Наук. И я ответственно заявляю, что к решению любой задачи мы можем привлечь из Российской Академии любого специалиста. Ну, то есть, когда появляется эта задача, это тоже как раз появляется та востребованность, о которой вы говорили. Да, конечно. Оздоровление науки может быть только после оздоровления государства, после оздоровления самой политической системы. Когда руководство страны, я не знаю, Путин это будет, или может что-нибудь другое, поймет, что он хочет, какой он видит Россию как государство. И до сих пор мы же даже не знаем, что такое Россия. Что такое Советский Союз, нам было понятно. Это некое государство, строящее некий свой проект, да? Там красный проект, коммунистический, не важно, нравится он, не нравится, он был. Сейчас у нас нет никакого проекта развития. Сначала нам говорили, что мы входим в Запад, теперь вроде как мы уже в Запад не входим, там эти гей-браки и все прочее. Да, мы передумали, а куда мы теперь идем? Мы как-то двите стоим на распутье. То есть, нам нужно определиться. Вроде теперь уже Китай, давайте мы будем строить Золотую Орду, новую Золотую Орду, с Китаем объединимся, построим новую империю Чингисхана. Но так тоже не бывает. Мне кажется, все-таки нужно найти свой путь развития. Мы не Китай, мы не Европа, мы отдельная цивилизация. То есть, этот цивилизационный вектор, который был принят в Советском Союзе, который был до этого в Российской империи, нужно сохранить, оформить его в неких идеологических константах, чтобы все его понимали, что мы строим. Понимаешь, тогда будет понятно, какая нужна армия, какая для этого нового общества государства нужна будет наука. Ну, образование оно все будет подстраиваться под науку. Для чего нужно образование, если у нас не будет науки? Для чего нам образованы люди? Поэтому ЕГЭ, поэтому людей отучают думать, но об этом уже тоже как-то в прошлый раз с тобой говорили. И все это все будет выстраиваться, когда будет понятно, что мы строим, что за государство мы строим. До тех пор, пока вот так вот оно все будет непонятно, как происходить, до тех пор все это будет разваливаться. Ведь мы живем еще на том, что было построено в Советский Союз. Мы живем на Сталинском, на самом деле, даже за деле. Это еще не Брежневский, это еще то, что Сталин сделал в те 10 лет, да, и плюс послевоенные годы. Вот как он был взят старт, это те ракеты, которые-то даже начали изобретаться, та же фундаментальная наука. Все оттуда еще идет. Вот мы доедаем все, что было построено Сталиным, ну вот этот в ранний советский период. И рано или поздно мы это доедим, оно практически уже закончилось. То есть съедены предприятия там, начинает инфраструктура рушиться, об этом же никто тоже не говорит. Сколько была амортизация основных фондов? 5%, да? За 25 лет это же ничего не восстанавливалось. Поэтому дамбы будут рушиться, поэтому там, не знаю, электролинии будут там ломаться, и все это тоже будет. Потому что основные фонды, в них никто деньги не вкладывает. И все это советское досыпается, что у нас будет новое строиться. Я, честно говоря, не знаю, я не понимаю. Я не понимаю, вот у нас этот, наш герб России, двуглавый орел. И вот у нас, мне кажется, руководство такое же, знаете, смотрит в разные стороны. Один смотрит на запад, другая смотрит на восток. Никто не хочет понять, от чего мы хотим сами. Не в качестве, там, предатка Китая или в качестве предатка Европы, а сами, что мы хотим. Когда это поймем, когда это будет озвучено, когда все, кто против этого, не знаю, не хочется вспоминать 37-й год, но все равно некая зачистка элит будет, она просто будет высылка людей или что-то будет в этом роде. Должна произойти некая зачистка элит, чтобы не было вот этого киселя, чтобы было, да, не было шатания туда-обратно. Была четкая сформулирована задача, была поставлена перед наукой задача, нам нужно то-то, то-то. Мы вот хотим через 20 лет высадиться на Марсе и жить там. Все, понятно, работаем. То же самое и для армии. Наш враг, там, вот такое государство и такое государство, готовьтесь к войне с ними. Будет эта война, не будет, это другое дело. Но к тому же мы будем готовы к этой войне. Китайцы же готовятся к войне с нами, понимаете, и никто им в этом не мешает. Хотя при этом они наши друзья. Потому что война — это бесконечный путь хитрости. Научные люди, они уже как бы фанаты по призванию, они не могут не исследовать, они будут продолжать заниматься наукой в той или иной форме, в той или иной другой, в других правилах игры. Но насколько это будет та самая пресловутая эффективность выше или ниже, время покажет. Все, что с нашей стороны, научные сотрудники, свое мнение, ту волну, которую, говорится, пустили, говорится, и если она дойдет и возымет еще какие-то моменты осмысленно принимаемых решений, будем надеяться, урон будет незначительный. Но действия пока, честно говоря, меня оптимизма не врушают. К сожалению. Если правда произойдет то, что отделят научную и хозяйственную часть, то, боюсь, молодежь пойдет во вторую часть, в хозяйственную. Она более практичная, в отличие от нас. Потому что нету, как обозначили, востребованности. Ну, надо работать над этой проблемой. Надо вести с собой молодежь на форумы. Например, когда в Армении, в Грузии это происходит, вы знаете, с Украины приезжают со своими аспирантами. У них нет доклада, но их страна, государство, не жалеет денег, чтобы и аспиранта послать вместе с руководителем. Он видит, он растет. Вот. В другой раз уже аспирант сам сможет наряду с руководителем, прочитать. Или совместный доклад, или же свой доклад. Это школу создавать надо. У нас в Осетии, как ни странно, нет научной школы, кроме математической школы. Вы понимаете, в гуманитарном отрасли, не в лингвистике нет школы. Хотя у нас есть доктора наук, которые в 60-х годах являются докторами наук. Уже им за 80 лет. Но нет школы, никто из них школу. В истории нет школы. Это ненормально. Дело в том, что я просто не согласен с этой точкой зрения, что у нас нет школ. Что называть школами, если есть традиция, есть учители, есть у него несколько учеников, они продолжают эти исследования. Это уже начало школы. И у нас, почему? У нас есть такие школы, и не только математические. В принципе, разделение академической жизни и хозяйственных функций – это правильный подход. И будет ли оно разумно? Будет ли осуществлено разумно? Больше я вам скажу. Вот деградация высших учебных заведений, и не только высших, всегда происходит по одному и тому же сценарию. Значит, хозяйственная жизнь и академическая жизнь, они вот смешиваются, и потихонечку хозяйственная жизнь берет вверх над... Даже. Все. Вот сценарий один и тот же – разрушение. Поэтому верный принцип – разделить академическую жизнь и хозяйственные функции. Но, чтобы это сработало, нужно добавить второй принцип – приоритет академической жизни над хозяйственной. А не наоборот. Вот высшие учебные заведения – самостоятельные, пожалуйста. У вас есть хозяйственная самостоятельность и академическая. Но потихонечку хозяйственная самодеятельность. Ну, давайте дипломы продавать будем. А? Так делают, кандидатские продают. Да, давайте кандидатские продавать и так далее. Вот просто грубый сценарий. Поэтому будет ли вот это осуществлено? И мне кажется, что сейчас надо уже бороться не с тем, чтобы сохранить вот эту вот концепцию, что будет агентство. А вот, чтобы второй принцип реализовать, что приоритет академической жизни, академических задач, ни одно решение в сфере имущества, оптимизации, там, они же как хотят провести инвентаризацию, там, эффективность использования, ни одного решения без учета интересов академического сообщества приниматься не должно. Вот так вот. Ну, а самое страшное, что может произойти, конечно, это имущество. 100 миллиардной российской академии будет, как говорится, как весенний снег растает. Вот, самое страшное, что может произойти, вот старшее поколение, старшее поколение академиков будет, как бы, отстранено от управления академией. Вот, но я даже при самом худшем раскладе, я все-таки верю, абсолютно уверен в том, что наша страна имеет очень серьезные вот внутренние резервы для регенерации, то есть иммунитет общества, иммунитет страны не может дать погибнуть Российской академии наук, как одно из самых серьезных, так сказать, механизмов, системообразующих механизмов, которые работают на выживание. Есть объективная необходимость укреплять государство, усиливать, развивать инфраструктуру, развивать обороноспособность. Все это без науки делаться не может, ни в каком смысле. Вот, поэтому я так предполагаю, что возможен приток новых людей, молодых людей в Академию наук. И в целом, я абсолютно уверен, что Академия наук выживет, она будет другая. Это хорошее решение индустриализации. Когда ты говоришь, что нужно сделать индустриализацию, нужно сказать способ, как ты это будешь делать. Как Сталин это делал, он брал крестьян, ставил их к станкам, то есть модернизировал общество, продавил сталинскую индустриализацию. У нас даже сейчас людей нет для этого. У нас крестьяне нет для того, чтобы землю пахать, не для того, чтобы их к станкам ставить. А, соответственно, мы вступили в ВТО, китайцы берут гораздо меньше, они работают за 200 долларов. Ни один у нас сейчас гражданин не будет по 12 часов работать за 200 долларов у станка. За счет чего это должно произойти? Деньги дать, это не выход, Сталин не давал деньги. Вот если берут, например, сталинскую индустриализацию, но Сталин не говорил Ковалеву, на тебе 100 миллиардов, построи мне ракету. Там же другой был азиатский способ производства. То есть строили, несмотря на какие будут затраты, нужно сделать ракету и все. И не спрашивали, сколько это будет стоить. Владимир Владимирович говорит, мы дадим 450 миллиардов долларов. Все скажут, ура, чиновники их возьмут, деньги растащат по офшорам. Ну, скажут, ну, вот. Так же самое, как с армией получилось. Так же самое, как все у нас получается. То есть деньги дают, а инструментов для того, чтобы проверить эффективность их расходов, у нас нет. Да к тому же, если не будет уже научная база, инженерская, ну кто это будет делать руками? Ну, некому. Вы, наверное, наблюдали, вот сейчас демонстрировали новый самолет, самолет нового поколения Т-50, да, который, черт знает, то ли в зад летит, то ли в бок летит, как угодно. Откуда это берется? Да, откуда это берется? То есть на самом деле что-то происходит, что-то происходит. Вот такие вещи, да, это супер наукоемкая, так сказать, вещь. Вот эта вот игрушка, это там, значит, комплекс наук. Новый вертолет, который, да, вот тоже демонстрировали, эксперты говорят, что семь вертолетов могут уничтожить армию. Вот семь таких вертолетов. Это все делается. То есть вот наряду с тем разрушительными процессами, которые, ну, понимаете, да, что не бывает чистого созидания. Это разрушительно-созидательный процесс. Для того, чтобы созидать, нужны ресурсы. Чтобы ресурсы, откуда-то их надо изъять. Сталин тоже разрушал. Он разрушил крестьянство. Вот он разрушил, сколько храмов тогда было повержено. Для чего он это делал? Нужны были ресурсы. Он их забрал оттуда. Вот. Забрал, ну, фактически произошло ограбление крестьянства. Ограбление церкви произошло. Потому что была жестокая необходимость. Вот надвигается, так сказать, с запада гроза, и нужно подготовиться. И здесь такая же ситуация. Вот что-то происходит. Вот, пожалуйста, военная техника, она пошла. Так? Почему Байкал-Амурская магистраль? Вот он сказал, скоростная трасса до Казани и Байкал-Амурская магистраль. Потому что в Востоке у нас враг появился. Не появился. Вы правильно раньше сказали. Он всегда есть. Значит, насколько он враг, зависит от того, насколько я слаб. Все. Больше ничего. Во время войны, если вы помните, часто говорили о том, что, когда сложилась критическая ситуация под Москвой в 1942 году, то из Сибири шли сибирские дивизии. Так это были не сибирские дивизии. Их мобилизовал на Дальнем Востоке генерал Апанасенко, который сменил там маршала Блюхера, который там ничего не делал. У него там сменил в качестве военкома и гнал из Дальнего Востока через Сибирь. Вот Байкал-Амурская магистраль. Я читал, когда создавалось, ну, это же во время, так сказать, еще Российской империи делали, вот, железную дорогу начинали, да, тоже украли массу, так сказать, денег, вот, все. Но дорога осталась. И вот во время Отечественной войны дорога, она, можно сказать, спасла. То есть, вот эти проекты инфраструктурные нужны. И все, и что-то делается на самом деле. Поэтому я еще, так сказать, с неким оптимизмом смотрю на будущее. Имеющий уши да услышит, мы говорили вслух про себя. До скорой встречи!